Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Краткий обзор новостей на сегодня. Армянофильное движение во Франции. Дань уважения Западной Армении. Омбудсмен Республики Армения представил в Брусселе грубые нарушения прав человека во время нападения Азербайджана на территорию Республики Армения. Образовательные школы изгнанных армян Ливани. Сокровища Арцаха. Крепость Шикакар. Как комитас помог турецкому музыканту раскрыть свою армянскую идентичность. Телевидение Западной Армении соболезнует Бениамину Ванесяну, депутату Республики Западная Армения. На античном холме Зернак в Ване был найден фундамент крепости. В начале 20 века постоянная связь между Арменией и Францией способствовала развитию движения армянофилов. Анатоль Франц, известный как великий гуманист, протестовал и осуждал хамидовскую резню. Мы видим его речь в 1916 году в Сорбонне, будучи очень старым и больным. За несколько дней до голосования Сената за резолюцию о защите армян, находящихся в экзистенциальной опасности, мы предлагаем вам прочитать или перечитать трагически актуальную речь Анатолия Франца. Читайте полную версию на нашем сайте. Омбудсмен Республики Армения представила в Брюсселе грубые нарушения прав человека во время нападения Азербайджана на территории Республики Армения. 7 ноября в Брюсселе омбудсмен Кристина Григориан приняла участие в заседании по правам человека. Григориан представила грубые нарушения прав человека в ходе нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года, Прямое нанесение ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, пытки армянских военнослужащих и военнопленных, случаи бесчеловечного и жестокого обращения, а также факты, зафиксированные в опубликованных докладах. Также правозащитница рассказала о создании и новых задачах по защите прав женщин, защите прав детей и молодежи. В Западной Армении зафиксировано множество случаев нарушения прав человека и пыток, как во время недавних боевых действий, так и во время 44-дневной войны 2020 года. Пакет, подготовленный Западной Арменией, был представлен на различных международных площадках. Однако основной акцент делается о праве арцахских армян, по которым в настоящее время проходит много судебных дел. Три последних пакета были представлены в Европейский суд по правам человека несколько дней назад. Самые организованные и многочисленные армянские школы диаспоры находились в Ливане. С 1922 по 1926 года Армянская апостольская церковь имела 15, католическая – 8, а евангелистическая – 6 школ. Позднее количество армянских школ увеличилось и в 1975 году до ухудшения политической ситуации в стране стало 68. Среди известных армянских учебных заведений в Беруте были Саакян Левон Макарчан, армянские евангелические колледжи, семинария Нышана Палангяна, венская средняя школа Махитаряна и другие учреждения. В 1927 году датским миссионером Марией Якобсен, спасшей много армянских сирот во время Первой мировой войны, была основана школа Берута «Птичье гнездо», которая имела дошкольный уровень. В районе Новая Адана действует армянская школа для слепых и немых, основанная в 1926 году Швейцарским союзом любителей армян. В 1975 году в армянских школах Левана обучалось 17 тысяч человек. Крепость Шикакар расположена в провинции Мент-Аранг, арцавской губернии Большого Айка, в полтора километрах на запад от села Храморт, Аскеранского района Республики Арцах. В 20-х годах XVIII века большую роль в армянском освободительном движении сыграли расположенные в Карабахских княжествах Схнаки, одним из которых было поселение Шикакары Караглух. С историческим прошлым крепостью связано несколько военных конфликтов во время Русско-Персидской войны в начале XIX века. Крепость Шикакар построена на высоте тысячи метров над уровнем моря с площадью около 300 гектаров, которая имеет хорошие условия для жизни – воду, покрытые цветами склоны, плодородные земли и красивые леса. Строители крепости мастерски использовали недоступность местности. Крепость с трех сторон окружает труднодоступные и непреодолимые скалы, где находятся пять знаменитых пещер. Десять лет назад сорокалетний Яшар Курс, солист известной турецкой рок-группы Beyas Yunus, сделал очень важное открытие, которое полностью изменило его жизнь. Познакомившись в Стамбуле с армянским музыкантом Арто Тунчбойаджаном, Яшар отправился в Армению по его приглашению. Он был удивлен сходством между собой, своими родственниками и армянами, которых он видел на улице, и увидев фотографию Кумитаса на компакт-диске в магазине музыкальных инструментов, был поражен сходством между собой, своими родственниками и армянами, которых он видел на улице, а увидев фотографию Кумитаса на компакт-диске в магазине музыкальных инструментов, был поражен, как он похож на великого композитора. Вернувшись в Турцию, Яшар расспрашивает родственников о семейных корнях и узнает историю своего происхождения, которую тщательно скрывали от него долгие годы. Члены семьи музыканта рассказали, что приехали из Вана во время погрома в 1915 году, и только 9-летний мальчик по имени Исмаил выжил и стал продолжателем их рода. Эта история произвела шокирующий эффект на Яшара, который уехал из Турции примерно на два года и почти не занимался музыкой. В это время он начал изучать и читать материалы о геноциде, совершенном против армян, и, как он сказал в одном из интервью, стал больше прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вскоре Яшар крестится и принимает имя Аршак. Как и в Западной Армении, в диаспоре есть много армян, которые по разным причинам забыли о своих корнях. Однако шаги, предпринимаемые сейчас руководством Западной Армении, ведут к обретению идентичности. Телевидение Западной Армении с глубокой скорбью сообщает о безвременной кончине супруги депутата Западной Армении, нашего коллеги Бениамина Уванисяна. Весь коллектив телекомпании выражает свои соболезнования и поддержку к Бениамину Уванисяну, его семье и близким в связи с этим печальным событием. Покойся с миром, дорогая Армина. На античном холме Озернак в ванне был найден фундамент крепости. При раскопках в руинах провинции Арчеш в ванна была обнаружена фундаментальная стена города с сетевым планом и один кувшин. Ранее в руинах древнего города были обнаружены арамейские надписи, керамические изделия, сейсмостойкие стены шириной в 4 и высотой в 6 метров. Фундамент замка был взят под охрану, а кувшин доставлен в музей в ванна для экспертизы. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok